Спасибо, что дожили. Все-таки наше мероприятие подходит к концу. И слава Богу, что хотя бы научное деяние живой не существует, как некоторая альтернатива Олимпиаду, я совершенно не против Олимпиад, но сложной задачи нужно было бы добавить, подумать несколько дней, и перед научной работой не все умеют думать в течение нескольких месяцев, но есть люди, которые таким могут это делать, а нужны промежуточные формы на несколько дней. Так что это первый шок. Я просто хочу сказать немножечко про проекты. Ну, наверное, я просто пробегусь про задачи, как они устроены, и что хотелось бы улучшить в перспективе. Ну, жизнь не заканчивается, как говорится, летней конференцией Тургора. Если кто-то захочет продолжить, то можно написать, можем это дело опубликоваться. И давайте я, собственно, скажу изначально, чем мотивирую проект. Изначально, как известно, есть такая наука, называется теория меры. И бывают неизмеримые множества. Кто-нибудь слышал такое явление? Что на окружности есть множество мер, что если мы можем взять на окружности единичной длины две точки эквивалентные, есть расстояние между ними, рациональное число. Мы можем выбрать по точке в каждой классе эквивалентности. Ну, слово «можем выбрать», оно немножко усмысленное, это там про аксиомы выбора. Но, допустим, мы в нее верим и можно выбрать. Тогда возникает некоторое множество эр. Такое, что если его повернуть на всевозможные рациональные углы, то мы покроем всю окружность. И какая же у нее мера? Эта мера не может быть положительной, потому что иначе мера окружности бесконечности. И эта мера не может быть нулемой, иначе у нас нет черной аддитивности. То есть, если объединение счетного числа множества что-то покрывает, то мера счетного объединения есть сумма меры. Так что здесь обеспечить измеримость всех множеств нельзя. Хорошо. Давайте ослабим условия. Сделаем не счетную аддитивность, а только конечную аддитивность. Мера объединения, не пересекающихся множеств, это сумма меры. Что тогда? Тогда можно сделать так, что все подножества прямой измеримы, и все подножества плоскости измеримы. А вот все подножества сферы измеримыми сделать нельзя. Почему? Потому что в группе движения сфер есть свободная... Я вам просто детально рассказывать не буду. но есть свободная подгруппа. Свободная подгруппа, это значит, что в ней нет никаких соотношений, кроме того, что диктуется законом группы. Я вам нарисую такой график. Это есть а в минус первой, это а, это б, это б в минус первой, это опять а, это я рисую б, это б в минус первой, то б, это б, это б в минус первой, тут б, а еще раз а в минус первой и тут будет вот так, а в минус первой, и тут б в минус первой. Они обозначены буквами преобразования деревьев. И вот на самом деле, на самом деле, группа, свободная группа, это группа слов от букв А и Б, слова приписываются, и сокращается то, что очевидно, надо сократить. Оказывается, это корректное определение группы, и это называется свободной группой. И вот преобразование, ее можно изобразить вот так, слова, и в правом сделке. Причем тут это? Дело в том, что если мы на сфере возьмем два поворота общего положения, то что случится у нас, то эти два поворота будут образовывать свободную группу, между ними не будет никаких соотношений. Этот такой факт имеет место быть. Ну, в группе инверсии вдоль окружности это сделать проще, потому что вот эти инверсии, они начинают друг с другом играть пинг-понг, и можно посмотреть, что начинает происходить. Кто-нибудь слышал слово пинг-понг лево или не слышит? Это, да? Ну, то, что можно знать действия группы на дважды, если у нас левая точка на дважды, ну, левая точка на дважды, если у нас левая точка на дважды, то есть левая точка на дважды. Да. И вот дальше мы делаем следующее. Дело в том, что если А и Б движения, то вот это маленькое теле, вот даже маленькое теле, вот подзерейных порогов, любое подзерейных порогов, оно и завод по всему дереву. Просто движением переводится в дерево. Вот такой факт имеет место. То есть получается, даже маленькая веточка равна большому. Видите, какие странности творятся? Поэтому, если мы возьмем систему представителей относительно действия этих, ну, двух поворотов таких стран. Система представителей, две точки квадратности переводятся в последовательности поворота, действия поворота А или поворота В или их А. То мы берем по представителю, ну, а каждый представитель обрабатываем особо. А именно берем, потому что это большой причин. Вот самое маленькое подзерейное устроено, как большое дерево. И очень легко таким образом всю эту орбиту покрыть копиями ее же, ну, разбить непересекающиеся копии, которые устроены точно так же, как вся эта орбита. Ну, а потом берем по производителям. Таким образом шар можно разбить на несколько частей, из которых сложны два таких же шара. Правда, таким образом размножить яблоки на самоваре пока у нас не получилось. Ну, тем не менее, тем не менее, такое явление имеет, теоретически имеет место быть. Вот такое, поэтому уже в размерности 4 выше, а в размерности 4 можно, ну, можно разбить, ну, то есть аддитивности нет. Нельзя каждому множеству описать и меру, объем, чтобы была даже конечная аддитивность. Ну, аддитивность сумма объединения двух пересекающихся множеств, а мера объединения равна сумме меры. Такое нельзя сделать. Это называется парадокс Пануха-Тарского. Но на плоскости все-таки аддитивность можно, потому что там группа движения плоскости не так устроена, а на сфере нельзя. Вот, ну, на невклидную плоскость тоже нельзя. Вот, на плоскости все это дело можно сделать. Есть такая вещь, как парадокс Пануха-Тарского. То есть, вообще говоря, с мерой норм, к сожалению, ну, к счастью, к сожалению, это мы используем максимуму выбора. Вот такая вещь, как система представителей, то есть выбор и потор, мы выбираем точку. Берем, от нее выращиваем дерево, вращая по А или по Б, по минус первую, по минус первую. Берем другую точку, еще раз дерево. Два таких дерева либо не перекроются, либо совпадут. И так исчерпаем все точки, все разобьем вот такие деревья сферы. Ну, вот это про слово, вроде небольшого множества мира. Когда мы так начинаем делать, а в четырехмере можно просто разбить на сферы. Как только мы такое разобьем, а дальше вот труд, что под дерево, движение переводится в дерево, мы взяли и победили. Вот такой вот парадокс Пануха-Тарского. Ну, это было, и это было известно. Но дальше, дальше. Исследования, хорошо, ну, аксиома выбора это некоторая патология, люди с этим не работают. Давайте думать о чем-то хорошем, возвышенном. И не об аксиоме выборе, а о чем-то таком. Вот аксиома выбора это штука, через которую можно строить разного рода странные объекты. Но есть объекты конструктивные. А можно ли в рамках конструктивных объектов смотреть на теорию мира? Как вы? Я просто вам говорю, как эта мера устроена. Ну, что можно сказать про... Давайте изучим. Простейший вопрос. Ну, олимпиадная задача я давал на турнир города. Можно ли перекроить квадрат в круг, в той же площади, если разрезы участки прямых и другие окружности? Ну, ответ, конечно же, нельзя. Это вот, если вам предстоит ввести математические кружки, ну, возможно, кому-то уже предлагали, может быть, кто-то будет. Это такая задача при изучении теории вариантов. Для шестиклашек, семиклашек, там понятно как. Потому что сумма длинг воплутых минус сумма длинг воплутых. Как только мы эту фигуру разрезаем, что у нас получается? У нас получается воплутая длинг воплутая той же получитель. Ну, а если у фигур разные криволинейные границы окружности, то, соответственно, это дело мы перекраиваем. Это по каждой дуге, по каждому радиусу свой инвариант. И это полная система инвариантов, если резать границы окружности и дугами. Здесь всё ясно. Есть ещё одна очень похожая задача. Я думаю, это такая. Треугольник, разумеется, легко перекроить в квадрат, если разрешено поворачивать. И вот как это обнагружно поле, ещё и если центральная симметрия разрешить параллельник, в Айси не разрешать никаких поворотов. Тогда нельзя. Тогда препятствием служат им варианты хады. Мы берём в сторону её коориентацию. То есть мы ориентируем прямой, в зависимости от того, поправку или поемную прямой. И тогда для каждой ориентируемой прямой, ну вот, по ориентируемой прямой, то есть мы знаем, что поправка полезна, мы можем взять сумму сторон, которая ей параллельна со соответствующими знаками, плюс или минус. Ну и варианты тоже понятно такие. Мы это проводим, и тут возникает годовая курьера, столько с плюсом, столько же и с минусом. Поэтому треугольник, если параллельные переносы, в квадрат не перекроить. А вот как перекраиваются квадраты, параллелограммы и прочее, это уже обсуждалось. И на самом деле, параллелепипеды любой размерности будут в другую перекраиваются. Поэтому тут это. Поэтому равносоставлено, с другой стороны, есть такой еще выбор. Теперь, поэтому возникают вопросы, вот есть, кроме площади, есть еще и граничный вариант для параллельных переносов. Тогда возникает вопрос. А вот можно ли круг перекроить в квадраты, если разбить на плохие области? Вроде бы я послал статью в израильском математическом журнале, что там показано, что было этими. И возникает вопрос, с какими кривыми можно это сделать. Ну что я сделал, но доводится до жорданов. У нас заменяются пределы на яркие и нижние. Так что жорданов тоже нельзя. Жорданов тоже нельзя. Жорданов тоже нельзя. Это чуть-чуть модифицировать тот тест, который я написал. Да, ну надо модифицировать, и, конечно же, чтобы это было выложено. Жорданов, который непрерывный образ отрез. Но если перекроить, ну если на кусочно выпуклый, то более-менее очевидно, более-менее так же. Жордановыми надо думать. И возникает вопрос, а вот чудеса, что на Морелевске множество перекроить можно и составить. И это некоторый неожиданный факт. То есть получается, что для инвариантов Хадлигера, ну там тоже жордановые кривые дают измеримость такую. Возникает такая странная форма неизмеримости, которая... То есть здесь требование к измеримости пожёстче. То есть что-то может быть измеримо в том смысле площади, параллельские множества измеримые, но неизмеримые в смысле границ. И это вот такой инвариант, что вот есть теория меры в смысле площади, а есть аналог теории меры в смысле граничных инвариантов. И это не одно и то же. По крайней мере факт забавный. Теперь давайте я расскажу downgrade этой задачи. Допустим, разрешены не только движения, но и гомотензии. Что тогда? Тогда, если мы разрез конечное число участков прямых и другие окружности, то нельзя. Мы просто смотрим не на длину волнутые и выпуклые, а угловую меру волнутые и выпуклые и вычисляем. И даже полную систему вариантов тут можно вычислить. Ну, всё оно бы хорошо. А давайте мы на кривые, ну, допустим, которые будут одиноустроенные, даже ограниченные длины, но могут быть такими не очень металлогическими вещами, такими счётными логиками, даже ограниченными. Вот тут была задача, которая показывает, что это можно сделать. И можно это сделать типа теоремы Кантера-Бернштейна. Вот квадрат в круг. Вот квадрат в круг. На базе этой конструкции можно сделать перекрутку. То есть это, конечно, простейший случай, что зависит от того, какие разбиения. То есть понятно, что тут у нас такого рода бесконечное число разбиений, но не сильно патологично. Это даже была задача на Московской Олимпиаде. То есть получается, что мы можем иметь дело с группой преобразования. А, кстати, кто знает, что такое группа? Не в смысле учебной группы или группы школьников, а в смысле математики. Поднимите руку, кто знает это понятие группы. Определение. Не все знают. Группа — это хренотень, которую можно умножать. И брать обратно. Еще есть также две основные. Так что... Так что... Так что вот... Так что равносоставность зависит еще от группы. Это понятно. Но еще и от классов допустимых разрезов для разбиений. В теории нет. Вот хочется изучать и группы, и класс допустимых разрезов и разбиений. И изучать равносоставность. Тогда возникает, конечно же... И вот тут-то... Возникают в равносоставленности еще и другие очень странные инварианты. Которые называются инвариантами Д. Я тут наметил... Когда я был в свое время между девятым и десятым классом... Десятый до выпускных в то время... Почему сейчас прожили до девятнадцати лет, я не знаю. Потому что копирую в зале. Но, кстати, можно копировать из санкций, и там учатся 15 лет в школе. Так что... Как они там женятся и прочее, это уже, как говорится, не мои проблемы, собственно. И не ваши проблемы. Так что я хочу сказать, что на нашем реформаторе в школе есть куда стремиться. И есть куда развивать свои реформы. Так что всегда есть дополнительные перспективы. Я говорю о математических проспективах. Потому что у них реформаторах. Они несколько другие. Ну тоже. Ну тоже. Есть куда вести. Так... Ну... 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 Вот... Я слышал проект, это Саша Горбус. Я, конечно, надеюсь, со мной стал городовым, а с другой стороны, колубарем. Я развею бы эту идею. Ну... Ладно. Собственно... 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 Собственно наш... Вот проблема нет. Ну и... Извернут буквы и тетради. Могут нервно составить. И вот Гитлер поставил соответствующий вопрос. В чем тут дело? В самом общем и примитивном виде. У меня был везен вариант у Кадринера. Идея такая. Вот этот альфа, косинус альфа равно 1 и 3. Его градусная мера и рациональна. Не так сложно доказать. Это олимпиадная задача. Не буду тратить время. Буду можно удваивать. С другой стороны... И хочется сказать, что по этой причине возникают щели. Но как же это реализовать? И вот тут есть такой странный инвариант. Я попробую... Называется инвариант ДЭЛО. Вот что это такое. Он устроен таким вот образом. Вариант ДЭЛО. Он такой, что мы... У нас ЭЛИТЭ, это ЛИН, ЭЛИО. Альфа, ИТЭ, двуграммные углы. Это такое выражение ЭЛИТЭ, Альфа, ИТЭ, НАТО. Вот сумма по их по многодалям. Давайте я поясню, что такое это значило. Вот я написал им вариант ДЭНО, что почему-то он для клуба ЛОРЯ, а для Цитрайдера не ЛОРЯ. Это вот знак ДЭНЗОРНОГО произведения, это НАТО и прочее. Но мы начинаем... Я начинаю... Я думаю, я тебе чего-то покажу, а ты этого не испугаешься. Так что... Так что... Это НАТО. Слышали ли вы такое слово, как векторное пространство? Вектор. Ну, в обычном. Ну, вот есть какие векторные пространства? Есть плоскость. Двумерное векторное пространство. Есть трёхмерное векторное пространство. Тоже не сильно... Такой удивительный объект. Есть двумерное векторное пространство НАТО. Это АЛЬФА плюс БЕТА корней из двух. Где АЛЬФА и БЕТА рациональные числа. Такие выражения можно складывать и можно умножать. Если их перемножить, будет аналогичное выражение. Его... На самом деле можно делить. Это поле, которое двумерное над рациональными числами. А векторное пространство это что? Это хренатин, который можно умножать и складывать, вычитать и умножать на рациональные числа. Вот ещё раз покажу. Это АЛЬФА плюс БЕТА корней кубических источников. Плюс ГАМА корней кубических источников. Тоже векторное пространство. Только какую будет размерность там будет? Три. 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 Хорошо. А вот мы... То есть это пространство векторов нужно складывать. Это в школе вас же учили. Ну, наверное, четырехмерное пространство, раз уж вы сюда приехали, не сильно вас удивит, что такие объекты существуют. Теперь, на самом деле, вещественные числа R являются векторным пространством над кубом. Ну, казалось бы, ну ладно. В чём проблема? Складывать вещественные числа мы умеем, а умножать их на рациональные мы умеем, а вещественные взять его на рациональные. Мы-то их ваще умеем умножать ваще-ваще, но в данном случае меня интересует удажать их на рациональные. И комплексные числа это тоже векторное пространство над кубом. Только вопрос какой размерности. Угадайте, какая размерность векторного пространства над кубом? Какая? Ну, больше 100. Вот, собственно. Какая? Кто его знает ответ? Континуум. Дело в том, что в любом векторном пространстве можно взять базис, а именно взять один вектор, взять вектор ему независимый, взять вектор еще, 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 еще и так брать вектора с помощью его всего выбора. То есть на самом деле вещественные числа это бесконечно мерное, даже континуум мерное. Кто его знает, что такое мощность континуума? Что? Ну, у меня была история, когда был заведующий кафедром научного коммунизма, не было кафедра научной алгетры для научной геометрии, а кафедра научного атеизма и научного коммунизма была. Соответственно, когда упал коммунизм, стал, ну, шаманистом это отдельный вопрос, полез к школьникам, не зная наивной текантовой теории множества, всего, которое я уже об этом научил, и стал вещать о бесконечности. Ну, в общем-то, ничего хорошего для него не вышло. Вот у нас есть бесконечно верное векторное пространство, то есть у меня есть бесконечно верное векторное пространство, вот такая есть штука. Что делаем дальше? Что такое тензорное произведение В на Дубль В? Это множество выражений такого вида. Это линейная комбинация суммы В и Д на Дубль В и Д, конечная сумма. И эти суммы обладают таким свойствами В1 плюс В2 тензорное В это есть В1 тензорное В плюс В2 тензорное В. Это есть аналогичное В на Дубль В1 плюс В на Дубль В3. Ну и лямбда В на Дубль В равно В лямбда Дубль В. Если лямбда, то есть сухой. И вот такое вот выражение, такое выражение называется вариантом Д. Давайте покажу, почему в клубе это нужно. Это будет, это будет сколько? 12L тензорно в половину. Ну я имею ввиду в грану. Это не что, а это будет не что именно, сколько грань, извините, 6L. 6L. Это будет, это будет 4 на 3L пополам, тензорно и пополам. Что значит? Тензорно в половину? Тензорно в половину. Тензорно в половину. Ребер 6. А, у куба, да, 12, спасибо. 12 у куба. 12. 12л тензорно пи пополам это 4, это значит делить пополам не надо, хотя делить пополам не надо, извините, описаться. Тензорно пи пополам это не что иное, как 3л тензорно 2пи, а это не что иное, как 0, потому что у него 2пи. Мы же угранные углы отсчитываем по углу 2пи, а у угранного тетраметра все альфа равны и рациональное число градусов, поэтому вариантов не нужно. Когда мы угногранник режем на части, соответствующие варианты складываются, потому что ребро и сумма этих углов будет равна 2пи на ребре, на стороне будет равна пи, а если ребро разрезать, то соответствующему ребру. Вот это называется инвариант ДЭНа, можно с ним такую вещь проделать. И поэтому купы тетрамер неравносоставлены, если, конечно, разрезы, резать на многогранники. А вот если резать на баррельские множества, то очень даже будут равносоставлены. И вот, кстати, про эту работу. В какой мере можно купы тетрамер перекроить? Можно ли улучшить немножечко часть? Или это там не ставится с этим? Сейчас нет, потом, может быть, подставится. Ну, сейчас нет, может быть, подставится. И вот такое странное образование. Вот такие странные варианты ДЭНа. Есть такая проблема. Вот у нас есть два многоугольника. Чтобы узнать, равна составлены они или нет, достаточно сравнить их площадь. А что в размерности 3? Объемы инварианты ДЭНа. И доказано, что этого хватает. А в размерности 4 тоже доказано. В размерности 5 там новые эффекты. Просто у многогранника есть двухгранный угол. А он при ребре, а уже в пятимерной хрени это ребро будет трехмерным. А у этого ребра, кроме его объема, будет еще его собственный юбриат ДЭНа. Поэтому возникает более сложная структура. Л, ТЭНа на Альфа, ТЭНа на Альфа. Вот такие структуры. И вот, насколько мне известно, ну, вроде бы, эта задача не решена. Но как атаковать эту задачу? Это было бы много значений. Естественно, что эту задачу, если атаковать, то нужно изучить термоносоставленность и многомерность. То есть меморианты Альфа, параллельные перевозы, термоносоставленность. Если это дело раскрутить термоносоставленность, то я бы посоветовал вам сделать это самостоятельно. А потом есть статьи, где это сделано. Ну, буквально недавно, лет 5-7 назад. Не читать эти. Если атаковать проблему Эйверка вообще-то, то надо сначала, а, самостоятельно изучить термоносоставленность, б, сделав это самостоятельно, потом прочитать статьи. Вот в таком порядке. И тогда возникает интуиция, и человек, если человек сам не доказал, а потом перечитал статью другого, человек приобретает лучшее понимание статьи, чем ее автор. Это затратный способ, там учить всегда нельзя, никакой жизни не хватит. Но в некоторых позициях, когда что-то особенно важное, атакуете проблему, так делать нужно. То есть иногда бывает совет читать, а иногда бывает совет не читать. Это я про инварианты типа D. Вот это такая ситуация. Ещё немножко скажу про инварианты D, как они проявляются. Есть такая задача, сейчас посмотрю, сколько у меня времени, немножко задержаться в разумной сфере. Есть такая вещь, как перекладывание отрезков. Вот что это такое. Мы отрезок половали на части, потом части переставили, снова срастили, и получается, ну, мы преобразовали отрезок. Кусочные линии, кусочные линии. Это придумал Владимир Игоревич Армурд. Был такой академик, который, ну, дело не в том, что он академик, а в том, что он математик. То есть титул академика в таком уровне уже не важен. Но, но, ну вот, такое преобразование. Чем оно интересно? Мы возьмём белье и возьмём многоконнику, у которого все углы наклона сторонам рациональны. Тогда по нему бежит мягче. Угол падения равен углу отражения. Возможно, если мы запустили траекторию, то, возможно, в управлении звеньев будет конечное число. Я думаю, народ решал задачу появления геометрии и знает, что такое счёт углов. И пользование тем фактом, что сумма углов в треугольнике равна 180 градусов. Это такая тривиальная техника по счёту углов. Поэтому из этой техники следует шло направление конечное. А тогда мы можем взять систему отрезок плюс возможное направление. Переходит в другой отрезок плюс в другое возможное направление. И вот тут нужно взять такую метрику на отрезок, что это будет перекладывание отрезка. И вообще, если у нас есть гумерная хрень, именуемая многообразие, и там дует ветер, в учёном языке это называется электронная опухоль или дипут, то мы можем полезать на область, и вот пушинка, срываясь с одного разреза, приземляется на другой. И вот получается такое преобразование. И это будет можно ввести метр, чтобы это было кусочное евгридное. И вот тут возникает перекладывание отрезков. Если мы знаем всё про перекладывание отрезков, мы более-менее знаем всё про динамическую систему, про потоки жидкостей на двумерных многообразиях и прочее. И, наконец, есть третий пример, который я покажу, который тоже имеет отношение к перекладыванию отрезков. Это такой, вот этот епсилон, это один минус епсилон. Перекладывание двух отрезков, это поворот окружности на епсилон. Понятно почему? То есть мы берём это и закрываем. И вот это сдвигается куда, а это сдвигается сюда. И вот мы можем взять им вариант. Если разрезать на части, то ничего не изменится, им вариант сложится. А если сделаете композицию отображения, то им варианты сложится, если сделать композицию. И, например, здесь будет епсилон тензер на 1 минус епсилон, плюс 1 минус епсилон, тензер на минус епсилон. Вот, что происходит? Если раскрыть скобки, то епсил минус епсилон квадрат, плюс епсилон тензер на минус епсилон будет епсилон тензер на минус 1 минус епсилон. Если епсилон – иррациональное число, то это не может. И действительно, поворот окружности на иррациональный угол и периодическое отображение. Это один из критериев. То есть эти варианты ДЭЛа работают в самых экзотических случаях. Ну, например, есть такая задача внешнего бильярта. Многоугольник проводим касательно, отражаем, дальше от точек подвижения. Если правильный многоугольник с тремя, четыре, пять, шестью сторонами, то все разбивается на периодические области. Я это давал на турнире городов. Ну, как задача, вариант. Если пятиугольник, возникает фрактал. Потом Мухович обнаружил, что для восьми и двенадцати угольники тоже возникает фрактал. И тогда было обнаружено самоподобие. Картинки достаточно любопытные обнаружились. И самоподобие во всех этих задачах, во фрактальность устанавливаем, ну, я говорил, как у нас устанавливалось в прошлый раз. Напомню, вот есть преобразование первого возвращения с каждой хрени. Выскакиваем и прыгаем до тех пор, пока не вернусь, если у нас есть М и отображение в себе. Допустим, в хрени есть под хрени. Тогда берем преобразование первого возвращения под хрени. И пускай оно устроено так, как преобразование первого возвращения хрени. То есть это значит хрень, под хрень, гомотетия. А тут преобразование первого возвращения хрени, уже хрени. А тут будет под хрень, уже под хрень. А тут гомотетия. Есть и образы советские. Ну, тогда вот под хрень есть вот под хрень и вот фракталь. Так они все устанавливаются. Но вот здесь возникает еще вот... Для семи и для девяти возникают такие явления. Если есть две под хрени, у которых не пересекаются орбиты, тогда здесь есть самоподобие и здесь есть самоподобие. Значит, в этих под дверь. В этих под дверь и дальше начинается целое дерево. То есть это довольно любопытная вещь. Но удалось доказать существование периодической точки для внешнего вильярда вокруг эндугольника при n не равных 3, 4, 6. Вот такие х. И тут помогают инварианты для этого. Потому что из них альпусочек, альпусочек перекладывается. У них варианты хрегера, тензоровые у нас трики. То есть тут возникает целая наука. Так что это довольно любопытно. Ну и теперь к главной задаче. Скажу, что там делается. На самом деле это просто мы режем на мелкие клеточки и мы должны конечным числом векторов сдвига сопоставить. А тогда у нас почти с небольшим периодом. Тогда у нас изникает задача про потоки и разрезы. Я скажу самую простейшую форму этих задач, а именно задача про солдат на плоскости. Она такая любопытная. Что если некоторые клетки пустые и в каждом квадрате количество пустых не выше, чем константы С на сторону квадрата, то все пустые клетки сдвигаются и можно залечить. Как это делается? Что ей достаточно доказать, что в д-окрестности всякого конечного множества, количество пустых клеток не больше, чем площадь этой самой д-окрестности. Ну, а так, для каждого конечного можно достроить квадрат, ее накрывающий количество пустых клеток. Там, конечно же, только увеличится, а тут будет констант. А сторона квадрата и диаметру покрываемого множества, будет она не больше, чем то множество, которое мы покрыли, если оно связано. Мы просто берем две окрестности и связаны компаниями. Для многомерия геометрический адрес похитрее, я ему говорить здесь не могу. Ну и после этой задачи решим. Тогда, конечно, задача про эти тоже решать. Теперь давайте, Анастасия, можно сказать про то, что школьники сделали просто коротко? Пока вы им говорите, я буду стирать доски, которые для следующего доклада. Потому что стирать – это время для мероприятия. Ну, не коротко, но у вас есть время, по крайней мере, пока я стираю доски. Спасибо. Мы перед вашим ученым финишем уже отмечали некоторых участников. Хотелось бы отметить еще на несколько продвижений. И мы надеемся, что по результатам этой конференции будет какое-то количество заметок. И мы готовы общаться в дальнейшем. Разумеется. И надо собой являем и прочее контакт рассказывать. Хорошо. Значит, у нас в проекте было две команды. Одна из этих команд состоит из следующих предметов. Я, к сожалению, не знаю их. Имена и знаю их фамилии. Абургхайеров, Чертиды, Хасейни, Чижбик. Эта команда сейчас присутствует. Вы присутствует. Очень хорошо. Вы очень хорошо продвинулись к исследованию круга. Еще одна команда. Это Большаков Максим. У вас были следующие достижения за исследования разберений центрально-симметричных фигурок третьих объемов. Далее школьники, которые работали по отдельности, но, тем не менее, там есть достаточно сфирусного успеха. Степан Каков. Значит, за исследование задач автоматических. Насколько поближе даже пришлось в этой серии задач немножечко подкорректировать в формулировке. И это очень ценно для нас. Также мы хотим повторить различие движения Трилла за исследование задач потомок. Я помню, что в одной из этих задач мы также несколько сфиксировали определение, чтобы задача вообще решалась. Так. И также хотим повторить Вашу Вольфу за исследование задач в первом составе. И теперь, наконец, два самых крупных, я считаю, достижения в нашем проекте. Я полагаю, что в результате мы в любом некоторые заметки, то есть в любом большом школьнике с некоторой нашей поддержкой. Собственно, это были результаты, которые мы не знали, что было из проекта. Значит, первая результат – это часовский план. Значит, за построение нескольких нетривиальных серий заморщений плоскости окружностными угольниками и за исследование дежурного состава фигур и граничных план. Значит, в нашем проекте был открытый вопрос про то, какие существуют заморщения плоскости фигурами и ограниченными тремя другими окружностями. Значит, на данный момент нет исчерпывающего описания, но Ивану удалось несколько в этом подвинуться, по крайней мере, в несколько таких материальных серий заморщений. И последнее, что я хочу сказать, романом Николаевом, в основном исследование типов составности. Значит, мы здесь обсуждали, что есть обычная романсоставность, есть термосоставность. И оказывается, что, если посмотрели на то крупное движение, которое есть в церемонии гермена, то самая наименьшая крупа – это крупа всех центральных симметрий. То есть крупа порождена центральных симметрий и уменьшить ее детям. Там есть еще несколько результатов, по уникальной составности клуба и прочим другим клубам. Это были новые результаты, которые заранее известны. Так что всем большое спасибо за участие. Я надеюсь, что что-то полезное, интересное вы для себя вынесли. И я очень рада, что открывается не только что-то новое для вас, но и что-то новое для бизнеса. Спасибо. Продолжение следует...